Это произвольное выступление Софии Шалыгиной, гимнастки из Костромы. Уже на первых секундах что-то пошло не так. Спортсменка неудачно приземлилась после сальто. Эмоции скрыть не удалось. София явно расстроена, но благодаря бойцовскому характеру решительно продолжает и ставит уверенную точку. Только до сейчас дошло то, что нужно заниматься и работать над собой. То, что по щелчку пальцами ничего не будет. Когда ты хорошо настроен и уверен, ты смотришь на снаряд, на бревно. Бревно ровное, и ты должен идти по нему ровно. А бывает у тебя что-то в голове не то, то есть, а что если упаду, что если будет так, всяк. А этого не должно быть. Ты должна четко подходить к снаряду и делать то, что было запланировано. Карина Григалевич в свои 16 мастер спорта России. Говорит, бойцовский характер – это основное качество спортсмена. И только благодаря ему девушки остаются в этом травматичном виде спорта и не сдаются перед трудностями. Синяки – это ерунда, все вывихи тоже. Главное – стремиться к цели. Опаснее вид спорта, но надо правильно все делать, тогда все будет нормально, все получаться будет. Надо думать. Сочинская команда на Черноморской чайке представлена 11 гимнастками. Все они воспитанницы детско-юношеской спортшколы номер один. Сегодня это единственное муниципальное учреждение в Сочи, где культивируется спортивная гимнастика. На этих соревнованиях девушки могут выполнить звание мастер спорта России. И в данных соревнованиях принимают участие уже 60 мастеров спорта, 90 кандидат мастеров спорта. То есть уровень соревнований очень высокий. В нашей спортивной школе созданы все условия для того, чтобы ребенок мог заниматься по программе 10-летней и мог достигнуть уровня даже мастера спорта. После того, как ребенок разовьется 3-4 года на спортивной гимнастике, его с удовольствием забирают и на другие виды спорта. Но нас это немножко огорчает. Потому что мы хотим ребенка довести до определенного уровня, и чтобы он уже выступал на соревнованиях различного масштаба. Из Сочи с кубками и медалями уедут лишь несколько гимнасток. Но зато все точно с сочинским загаром и морем эмоций. У спортсменок, собравшихся из 25 городов страны, запланированы и экскурсии, и походы на пляж. Ну а результаты турнира «Черноморская чайка» подведут 28 июня. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.